Данное видео спонсировано игроком с ником Джахо. Если вы хотите поддержать канал или подать заявку на любой перевод, вы можете сделать это на нашей странице в патроне. Ссылка в описании к этому видео. Приятного просмотра! В качестве продолжения одной из самых моих любимых рубрик на канале на этой неделе мы рассмотрим, пожалуй, один из самых спорных стволов Battlefield 1. Все очень любят осуждать игроков, которые берут это оружие, потому что уже само по себе оно попросту улучшает ваши результаты в игре. Мы рассмотрим СМГ, сделанное итальянцами, а именно Беретту 1918 модели. И как обычно, в этом видео мы обсудим оружие не только в Battlefield 1, но и то, как оно выглядит в реальной жизни. Но давайте все-таки начнем именно с батлы. Автоматику — это пистолет-пулемет, который выдают классу штурмовиков. У него есть три разные вариации, а именно окопная модификация, модификация шторм для легкой пехоты и заводская сборка. Значит, заводская сборка доступна сразу, как только вы первый раз запускаете сетевую игру. Это ваше первое базовое оружие. Окопная же вариация открывается при достижении первого уровня игры за штурмовиков, но вариация «Шторм» становится доступна на третьем уровне. Каждая из вариаций стоит 200 военных облигаций. У оружия этого сложилась довольно плохая репутация, которая еще усугубляется тем, что дайс отказываются как-то исправить ситуацию. Дело в том, что вы можете попросту уничтожить на месте любого противника на средней или ближней дистанции, если в руках у вас этот ствол. Заводская сборка этого оружия — это самый дешевый выбор. Никаких особых преимуществ вам перед другими сборками она не даст. Окопная вариация нацелена больше на стрельбу с бедра, и пользоваться ею следует только так. Даже не пытайтесь прицеливаться с нее, так как преимущество у вас перед противником будет 0. Однако же бонус при стрельбе с бедра означает, что вы сможете стереть порошок любого противника, который подойдет к вам достаточно близко. Этот бонус при стрельбе с бедра в особенности силен из-за скорости стрельбы автоматико, а именно 900 выстрелов в минуту, быстрее любого ствола в Battlefield 1. Прицеливаться тут совсем не нужно. Просто нажимаем кнопку «Огонь» и в 9 из 10 случаев вы заработаете легчайший килл. Вариацию же «Шторм» я лично предпочитаю окопному варианту этого оружия. В основном это из-за того, что с данной модификации с этого оружия проще стрелять, прицеливаясь, чем просто с бедра. У меня вошло уже в привычку все время целиться, вне зависимости от того, какое оружие у меня находится в руках. И поэтому этот вариант для легкой пехоты мне подходит лучше всех остальных. Так что я выбираю именно его, и в особенности из-за того, что в предыдущих версиях Battlefield 1 вообще было принято прицеливаться, и я вообще не фанат новых модификаций в Battlefield 1, которые поощряют стрельбу с бедра. Это мое личное предпочтение, опять же, я уверен, что многие из вас выберут именно окопный вариант. Также при выборе модификации Шторм вы находитесь в некотором смысле в невыгодном положении относительно игроков с окопной варианцией, так как у нас тут кверху торчит магазин, который загораживает нам обзор. Этим он чем-то напоминает все тот же пулемет Матсона. И опять же, этот минус данной вариации подстегивает меня выбрать именно ее, потому что я понимаю, что я буду находиться в более невыгодном положении, чем кто-то, кто взял СМГ, приспособленный именно для стрельбы с прицеливанием. Например, все тот же МП-18 оптической модификации. Просто у меня улыбка до ушей, когда я начинаю вдруг зарабатывать одну серию без за другой, хотя я и использую оружие, не приспособленное изначально для ситуации, где вы все время должны прицеливаться. При этом я все равно считаю, что оружие это можно сбалансировать лучше, с него по-прежнему слишком легко настреливать киллы, и с окопной вариацией на ближней дистанции это в разы проще из-за его большого урона и высокой скорости стрельбы. Пока что DICE не предприняли никаких шагов, чтобы сбалансировать это оружие, но мы с надеждой смотрим в будущее, конечно. Однако, все же, насколько автоматика в игре похожа на своего двойника в реальном мире? Насколько точно DICE скопировали ствол в игре, или может они его сильно изменили по сравнению с его настоящей версией, чтобы пользоваться им было проще и веселее? Давайте посмотрим. Берета модели 1918, которая вам может быть лучше известна как автоматика в Battlefield 1, не была спроектирована с нуля. На самом деле, она родилась из нечто большего. Многие считают, что предком этого оружия был первый в мире пистолет-пулемет. Сам этот термин еще даже не был изобретен в то время, когда ствол этот начали разрабатывать, и когда его взяли на вооружение. Дизайн и механика автоматику в основном были основаны на VR-перози, еще одном итальянском оружии, которое считают первым в мире пистолетом-пулемета. Этот ствол также присутствует в Battlefield 1. Точнее, тут есть его версия, которую можно носить в руках, и которую модифицировали, чтобы показать, как ее можно было бы использовать в перестрелках в Battlefield 1. VR-перозу изначально начали производить с целью, чтобы вооружить второго пулеметчика в самолетах. У оружия этого было два ствола, соединенных вместе, но которые стреляли по отдельности, и у каждого из которых был свой собственный магазин. В начале боевых действий, в Первой мировой войне, оружие это смотрелось в принципе неплохо, однако его эффективность резко снизилась, по мере того, как улучшалась броня у самолетов. Помимо этого, его 9-миллиметровые пули, скажем так, не совсем подходили для его целей. Однако же, в скорости итальянцы оценили его потенциал в качестве оружия-прикрытия для пехоты на поле боя. К ноябрю 1916 года VR-перозу можно было уже увидеть чаще в итальянских Альпах, где их солдаты сражались с немцами и австро-венграми. К маю же 1917-го по три перозы были выданы каждому итальянскому батальону. Трансформируясь таким образом из противовоздушного оружия в ствол для поддержки пехоты, пероза по-прежнему не особо подходила итальянцам для достижения их цели. Им нужно было оружие, которое могло зачищать зоны, где враг мог затаиться в укрытии, а также для того, чтобы зачищать вражеские траншеи. При участии в рукопашной солдаты оказывались очень уязвимы для атаки, а длинными стволами со штыками было попросту неудобно пользоваться в ограниченном пространстве. И вот тогда настал звездный час береты модели 1918. Именно она стала тем оружием, которого так не хватало итальянцам. При этом смена названия особо не повлияла на дизайн самого ствола. Они просто взяли изначальные части VR-перозы. Магазин по-прежнему был переделан сверху, в то время как гильзы выпадали через нижнюю часть. То есть магазин опустошался только благодаря гравитации. Именно поэтому находиться он должен был сверху. У береты же добавили только деревянную рукоятку и курок. И... собственно на этом эксперимент закончился. Однако это громоздкое и неудобное оружие, по сути Франкенштейн среди других стволов, было переделано в удобный пистолет-пулемет для пехоты, которым можно было пользоваться на ближней дистанции. Или же все-таки дело обстояло по-другому? Ну, начнем с того, что первая берета была вообще полуавтоматической. Трелять с нее как с автомата было нельзя. И из-за этого первые модели береты 1918 года по сути стали карабинами. К следующим же моделям уже приделали второй спусковой курок и вот уже они стали пистолетами-пулеметами. Поскольку берета по сути была переделанной версии ВРП Розе, чтобы итальянцы могли создать новое оружие, копии ВРП Розе на складах практически не осталось к концу войны. Стало очень маловероятно, что итальянские солдаты ею воспользуются. Модель 1918 могла стрелять примерно со скоростью 900 выстрелов в минуту. При этом там использовалась та же механика, что и ВРП Розе, которая, в свою очередь, могла стрелять со скоростью 1200 выстрелов в минуту. Можете вообще себе представить автоматику, стреляющую со скоростью 1200 выстрелов в минуту в батаре 1. Это был бы полный конец обеда. К берете модели 1918 также решили присобачить складывающийся штык на тот случай, если у солдата закончилась бы амуниция во время боя. И вообще, они могли бы воспользоваться штыком как последним средством. Англичане также, кстати, немного поэкспериментировали с ВРП Розой и даже приспособили одну модель для своего Бэблит-455. Однако, дальше фазы тестирования они не пошли. Итак, мне кажется, что автоматика в Battlefield 1 очень похож на берету модели 1918, которую выпустили во время Первой мировой войны. Быстростреляющая винтовка, с помощью которой можно было справиться с врагом на ближней дистанции. Именно то, чего не хватало итальянцам. При этом, мне кажется, что автоматика все по-прежнему будут люто ненавидеть в Battlefield 1. Дайс точно стоит что-то сделать для того, чтобы сбалансировать этого монстра. Спасибо, что посмотрели этот эпизод из серии «История оружия в Battlefield 1». Дайте знать, что вы думаете об автоматику в комментариях под видео. Постарайтесь не перегнуть палку, я знаю, что дискуссия будет довольно напряженная. И, может, даже дайте знать, какое оружие вы бы хотели увидеть в следующем эпизоде. До следующего раза. Меня зовут Вести. Увидимся в следующем видео. Переведено и озвучено студией V4Voice. Ставьте лайки, подписывайтесь и добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok